Украина получит от США 150 миллионов долларов на оборону. Помощь предусмотрена в законе об осигнованиях Пентагону, который Сенат утвердил сегодня. Какое именно оружие выделят Киеву, президент Петр Порошенко планирует уже в четверг обсудить с Дональдом Трампом. А сегодня у него день переговоров с первыми лицами ЕС. Подробнее Дмитрия Нопченко. Разговор ТТТ с польским коллегой Анжием Дудой, а затем две главные встречи дня. Переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Маггерини и главой Европейского совета Дональдом Туском. У Петра Порошенко сегодня действительно европейский день. Тем для разговора хватает. Тем более, что Польша, помимо поддержки европейских устремлений Украины, могла бы помочь и в будущей миротворческой миссии на Донбассе. Если по поводу присутствия российских солдат среди голубых казок ООН Киев высказался категорически против, то участие в этой миссии поляков как раз могло бы стать позитивным фактором. Что касается Маггерини и Туска, то разговор с ними на полях генассамблеи скорее возможность еще раз сверить часы и снять проблемы, которые накопились между Киевом и Брюсселем. Пока же последние правки вносят в текст завтрашних выступлений президента на саммите Совбеза по миротворцам и, собственно, на генассамблеи. Готовится встреча и Порошенко Трамп. Она подтверждена на утро четверга. И к ней появилась новая тема для разговора. Приняв накануне так называемый Defense Authorization Act, по сути, военный бюджет Америки, сенаторы выделили Украине в качестве военной помощи куда больше, чем сами же ранее и планировали 500 миллионов долларов и предусмотрели пункт о выделении летальных оборонительных вооружений. О том, зачем они нужны Украине, президент Порошенко говорил, выступая в Вестпоинт, самой престижной военной академии Америки. К сожалению, о предоставлении Украине летального оружия в Соединенных Штатах все еще спорят, и все из-за нескольких мифов. Первый, что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но ведь Россия никогда и не прекращала этого делать. Миф второй, что американское оружие не решит проблему в целом. Но это точно поможет вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий, что это усилит напряжение. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва дважды подумает, прежде чем пойти на новые нарушения. На самой Генассамблее глава государства выступит завтра, а сегодня ее дебаты открыл Дональд Трамп. Много говорил о Северной Корее, пригрозил, что в случае крайней необходимости США и их союзники нанесут по ней удар, полностью уничтожив. У США достаточно силы и терпения, но если мы будем вынуждены защищать себя или союзников, то не останется другого выбора, кроме как уничтожить Северную Корею. Упомянул и об Украине, призвав ООН защищать территориальную целостность страны. Но помимо встреч формальных, именно сегодня у всех участников Генассамблеи есть еще и возможность поговорить без протокола и прессы, поговорить открыто. Буквально через несколько часов на обед созывает участников Генеральной Ассамблеи генеральный секретарь ООН. А сегодня вечером их же ждет на ужин лично президент Трамп. И это отличная возможность неформально, можно сказать, по-дружески обсудить самые острые проблемы. Из Нью-Йорка Дмитрия Нопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.